Приветствую вас. Скажите мне, пожалуйста, вот какой бы фильм вы посмотрели бы, ну, просто так, то есть без еды, например, вот какой? Понятно, что с едой, например, можно посмотреть любой фильм практически, и понятно, что еда может скрасить, ну, просмотр, но подумайте, пожалуйста, вот именно об этом. О том, какой фильм вы бы посмотрели просто так, без обязательного дополнения в виде еды. Какое бы дело вы делали бы так же, без обязательного дополнения в виде еды. Понимаете, очень может быть, что еда служила вам всегда облегчением, неким, 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 таким, может быть, сглаживанием углов при занятии той или иной деятельности. И благодаря еде вы выбирали для себя определенный вид деятельности, благодаря еде вы выбирали для себя определенные фильмы, благодаря еде вы выбирали для себя, возможно, определенную работу и так далее. Но теперь ситуация поменялась. Еды у вас больше нет, а значит, теперь вы больше внимания как бы уделяете именно тому, вот, собственно, что вы делаете. И здесь придется, придется пересматривать определенные моменты, именно ваши моменты, я имею в виду. То есть, это моменты, связанные именно с тем, ну, вот, именно с тем, именно с вашим выбором. И выбор придется пересматривать, выбор придется переоценивать, выбор придется корректировать. Потому что теперь вы делаете упор, теперь вы делаете акцент именно, именно в сторону того, что вам нравится. Не больше и не меньше, не меньше. А еда больше не может корректировать вам ваши занятия, ну, вот, ваш выбор. Выбор именно в пользу того или иного вида деятельности. И это нужно понимать. И поэтому то, что вы раньше привыкли делать с едой, то, что вы раньше привыкли делать с едой, а теперь нужно будет делать без еды. И это будут определенные новые виды деятельности, которые раньше вам, возможно, были недоступны. Ну, или вы не думали о них. Также рекомендую вам попробовать определить, вот, что такое для вас еда. Вот, что это. Ну, просто, что такое для вас еда. Что она вам дает? Что она позволяет вам чувствовать? Почему то же самое вы не можете чувствовать без нее? Понимаете ли вы, что это вообще такое? Еда, я имею в виду. Почему вам так тяжело без нее, без нее? С чем это связано? Какой у вас образ жизни, соответственно, тогда, можно говорить об этом? Потому что, ну, очевидно, что там есть определенные проблемы, из-за того, что вы нуждаетесь в еде, а еда дает удовольствие. Вполне вероятно, что есть и другая, более глубокая проблема, связанная с тем, что вы не можете без еды. И эта проблема заключается в том ощущении, которое дает вам еда. Я имею в виду, что, ну, может быть, речь идет о том, что без еды вы не чувствуете себя защищенной, например. И вот это тоже очень важный момент, потому что, если это так, если это действительно так, то нужно думать о том, что мешает вам подвергнуть себя защищенной, что мешает вам подвергнуть себя комфортной, что мешает подвергнуть себя удовлетворительно. Вот. То есть, это вот такая работа над тем, какие мысли, какие чувства вызывает у вас еда, какие ощущения она позволяет вам и испытывать. Это очень важно, об этом нужно беседовать с вами, и только в процессе таких бесед вы сможете понять, что же действительно заставляет вас нуждаться в еде, что действительно заставляет вас испытывать явно эмоциональную потребность в пище. Так что это не просто голод. Может быть, также и еще делать привычки, и вам можно поздравиться, если просто все банально делая привычки, то в таком случае можно попробовать привычку заменить, например, там, зважкой, или там, может быть, что-то еще, или подумать, что вы можете во время просмотра, например, того же фильма, да, что вы можете поесть и того, что вам нужно. Помимо этого, можно транслизировать ваше заболевание и диету к нему, и, ну, ведь заболевание можно вылечить правильно, и я думаю, что не навсегда же оно у вас, это заболевание, и рано или поздно вы подлечите свой организм настолько, что смотрите в небольших количествах и есть любимую пищу тоже, и в этом контексте можно также говорить о том, что не всегда глоб. Но для вас, для вас будет лучше, если вы воспримете вот то, что произошло с вами, как возможность для эволюции, для развития собственного вашего, и даже если в будущем вам мощно будет потреблять какую-то пищу, чтобы вы не забывали о том, что любая зависимость, это плохо, и зависеть от, ну, в важном случае, от еды, это значит делать себя не свободной, а не свободная, это всегда неудовлетворенность и давление. Отдайте страх, так что вы можете остаться без того, чего хотите. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь, а если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...